Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Имейте в виду, что когда цена на газ в Европе достигла 450 долларов за 1 тысячу кубометров, это не значит, что конечным потребителям он достается по такой стоимости. Все намного сложнее, нужно еще заплатить за транспортировку, а в современных условиях это очень дорого. С одной стороны, можно порадоваться, что Россия продает газ в Молдавию по цене более 1 тысячи долларов за 1 тысячу кубометров, казалось бы, это в два раза больше, чем предлагают в Европе на бирже, и это как бы тешит самолюбие. Да вот только Европа для Молдавии поставляет газ примерно по такой же цене, как и Россия. Причина в себестоимости работы, создающих давление прокачивающих станций и терминалов, которая заметно возросла и к ценнику в 450 долларов за 1 тысячу кубометров, добавляется еще и стоимость его доставки по трубопроводам, плюс наценка за хранение. Конечно, в Молдавии привыкли десятилетиями за счет российских ресурсов обеспечивать свою небогатую промышленность и даже в этих условиях не смогли добиться экономического роста, как будто им кто-то мешал и специально сдерживал. Хотя была прекрасная возможность и недорогой российский газ. Вот и получается, что европейский газ вроде бы стоит 450 долларов, но когда достигает территории Молдавии, то дорожает до 1 тысяч долларов. Все очень просто. Если в Молдавии не могли обеспечить себе экономический рост, имея дешевый и иногда вообще бесплатный газ из России, то когда его цена увеличилась до таких размеров, там совсем все стало плохо. А кто обещал, что тернистый европуть будет легким? Именно по этой причине в Молдавии теперь собираются требовать от России снижения цен на газ, иначе им трудно поддерживать базовый уровень добычи электроэнергии и трудно идти в Европу. Соответственно, предприятия стали вообще нерентабельными. Да что там говорить, за последние десятилетия у них даже производство молока сократилось в 4 раза. Молдавские власти намерены добиться пересмотра условий получения российского газа, их не устраивает, что слишком дорого, хотя Европа предлагает такую же цену и они молчат. Все равно привычка к недорогому российскому газу у них осталась, и они хотят более приемлемых условий. Мне вспоминается болтовня про отказ от российского газа, экономический бумеранг расставляет все по своим местам. Ну подумаешь, что министр энергетики Молдавии Парликов Виктор жалуется на пресс-конференциях о дорогой цене, а нам какая разница? Они же сами хотели отказаться от российского газа, так в чем проблемы, пусть не покупают. Газпром и так достаточно долго шел навстречу бывшей молдавской сэр, но над этим смеялись и говорили о скором переходе на альтернативные источники, типа Европа им поможет, при этом даже не платили за газ. Терпение Газпрома не бесконечно и помогать кому попало нет никакого смысла, вот если они выполнят ряд экономических требований и согласятся на российские условия по внешней торговле. Отменят возные пошлины и переориентируют свою торгово-экономическую дрезину в сторону России, то тогда еще можно подумать. Однако вначале они пусть это сделают, а потом уже чего-то требуют. Просто так помогать абы кому в России не намерены, прошли те времена, когда за улыбку и красивые глаза коммунисты строили инфраструктуру, такая модель оказалась бесперспективной, сильно устарела и даже вредна. Мало того, Газпром даже перестал обеспечивать возможность поставок им газа в прежних объемах. Даже если они захотят покупать только российское топливо, содержать лишние газоперекачивающие станции ради тех, кто постоянно грозится отказаться от российского газа, это ну такое. Сегодня часть Молдавии уже используют в основном европейский газ, требовать снижения цен они лучше пусть начинают у Европы, они же вроде как выполняют все политические условия Евросоюза, вот пусть хоть что-то за это получат. Я уверен, что пока в Молдавии не выполнят в одностороннем порядке российские экономические требования, никаких цен для них никто снижать не будет. Если в Молдавии выполняют европейские хотелки за бесплатно, за какие-то обещания кредитов, то пусть потрудится выполнить наши требования и, конечно, получит бонус. Время необоснованной российской щедрости уже кануло в историю. Да будет так и впредь. Великолепный метод рисовать графики, что все нормально, при этом заметно ухудшая условия в самых разных социальных сферах – это давняя традиция Евросоюза. Теперь в счастливой Финляндии люди не могут поверить в свое счастье и требуют от власти прислушаться к их мнению. Как только эта страна лишилась доступа к недорогим российским ресурсам, предприятия вдруг повсеместно стали снижать объемы работы и закрываться, а это, в свою очередь, вызвало волну сокращений по всей Финляндии. Вместо того, чтобы сохранять нейтралитет, там вдруг решили встроиться в систему давления, и результат не заставил себя долго ждать. Финские профсоюзы выводят рабочих, массового сокращения и ухудшения условий труда, они требуют от власти сделать все, чтобы сохранить прежний уровень достатка, но это уже нереально. Руководители трудовых коллективов в промышленности, транспортной и строительной сфере, структуры ресторанов и отелей, учителя и даже работники культуры не могут понять, на каком основании в стране происходит сокращение и требуют от правительства остановить реформы, которые ухудшают жизнь сотен тысяч финнов. Мало того, там заметно упрощается процедура увольнения и усложняется система выписки больничных листов. Какие же они счастливы, если фили-курицы там стоят 1500 рублей за килограмм и слишком маленькие зарплаты? Без российских туристов профильная отрасль переживает сложнейшее время. Из Европы никто не едет на север, чтобы отдыхать в лесу и париться в бане, поэтому владельцы отелей и кафе остались без заказов и не могут оплачивать непомерно возросшую аренду. В телерадиовещательной кампании Эле говорят, что это будут длиться по всей Финляндии и организаторам вывода людей на улицу выступает Центральное объединение профсоюзов. Конечно, два года назад никто бы там не поверил, что в результате вдруг возникшей продовольственной инфляции и остановки предприятий они будут требовать нечто подобное. Но что поделать, это теперь новая европейская реальность. Когда кто-то из комментаторов говорит о том, как там у них все замечательно, становится даже смешно от таких фантазий. А вот финские рабочие почему-то так не думают. Что-то мне подсказывает, что их просто проигнорируют, ведь в Европе не принято думать о людях. Ну что, пошла жара, а ведь это только начало. Я не понимаю, зачем придумали называть Финляндию самой счастливой, если там до сих пор большинство частного сектора используют печное отопление. Кроме как включение в список счастливых, экономических достижений даже на горизонте не проглядывается. Наверное, это сделали, чтобы хоть как-то поддержать и приободрить эту Северную Республику, в которой смогли обеспечить всего 3% газификации. Да вот только студенты там не считают себя счастливыми. Просто в государственной казне там настолько мало денег, что решено экономить даже на учащихся университетах, и они взвыли от такого решения. Швеции не ожидали от России закрытия шведского генконсульства в Санкт-Петербурге, но решение принято. Многие говорили, что после Финляндии российские ответные меры коснутся Швеции и те, кто утверждал, что мы просто промолчим, как всегда глубоко заблуждались. Помимо сокращения торгово-экономического сотрудничества, Швеции решили еще оказать давление на дипломатическом уровне и выслали наших дипломатов, получив за это вполне заслуженный ответ. Да вот только российский ответ оказался гораздо мощнее, ведь Швеция выслала 5 дипломатов, а в ответ Россия тоже объявила персонами Нонграда 5 шведских дипломатических работников. Да еще и принято решение полностью закрыть шведское генеральное консульство в Санкт-Петербурге, но и это еще не все. Шведской стороне объявлено, что Россия закрывает свое генеральное консульство в Гетеборге, и я уверен, что это поддержит любой, кто не видит смысла зря содержать объекты в тех странах. От дипломатических отношений, с которыми нет никакого толка. Конечно, это будет очень неудобно для шведов, ведь закрытое шведское генконсульство в Санкт-Петербург находилось ближе, чем посольство в Москве, но теперь им придется ездить в столицу для решения консульских вопросов. Таким образом, Швеция выслала всего 5 дипломатов, а в ответ высланы 5 шведских дипломатов и закрыто генконсульство Швеции в Санкт-Петербурге, а также российское генконсульство в Гетеборге. Такой ответ удивил шведов, там не рассчитывали на решительные шаги, но это только начало, в будущем ответные решения могут стать еще более жесткими. Напомню, товароборот между Россией и Швецией, по сути, мизерно и ранее составлял всего 3 миллиарда евро. Швеции от России было нужно лишь энергосырье, минеральные продукты, металлы и древесина, поэтому, сокращая торговлю, наша страна ничего не потеряла, ведь ресурсы можно продавать в другие страны. А вот Швеция по таким ценам сырье уже нигде не купит. Кстати, в Швеции за всю свою историю смогли обеспечить газификацию страны всего на 1%, тогда как в России газификация составляет 72%. Получается, России не нужно шведское генеральное консульство в Санкт-Петербурге, иначе бы его не стали закрывать с 1 сентября, и такой ответ, умноженный в несколько раз, можно считать достаточно демонстративным. Когда приходится слышать о желании конфискации имущества у ряда граждан, которые пытались обойти законодательство, то хочется сказать, что данный метод уже успешно применяется и получены весьма ощутимые результаты.